Я посчитала вопросы за последние две недели, которые вы задаете, и как оказалось, в данный момент времени больше, часть вопросов относится к заболеваниям кожи. Начиная от самых сложных, черный акантоз кожи, вы видели таких, наверное, пациентов, заканчивая элементарным акне, сибореей, нейродермитом, псориазом, который сейчас очень часто проявляется. Вот давайте с вами разберемся, что нужно первое сделать. Это нужно разобраться, в каком месте у вас находится ваша кожная проблема. Давайте посмотрим, вот доктор Залесова, которая у нас в своей книге «Массаж и шведская врачебная гимнастика» нам четко показала линии, по которым продукты воспаления клеток, где бы она ни появилась, они уйдут в лимфатические узлы центральные в нашем организме. То есть, если мы с вами смотрим спину, ну вот просто спину я вам привела, а это может быть в любом месте на теле, мы с вами должны сказать, что любое образование в виде родинок, в виде липом, очень частое место липом здесь находится, если оно находится у нас в области межлопаточной, то мы с вами должны будем восстановить лимфообток по направлению движения лимфатических линий. Посмотрите, как они у нас идут, получается. Вся проблема в лимфатических узлах подмышечных, а проблема в них возникает, если идет эрозивно-язвенный процесс в желудке, гастрит, продукты воспаления собираются подмышкой, колит, продукты воспаления собираются подмышку, а затем уходят в область ключицы. Значит, все, что у нас возникло на этой стороне, мы с вами говорим, вот здесь левая у нас сторона, это продукты воспаления накопились в подмышечные зоны подмышечных лимфатических узлах и нарушают отток движения продуктов жизнедеятельности нашей клетки, куда? В область подмышки. Поэтому мы с вами говорим, первое, что мы должны сделать, прочитать местонахождение проблемы. Всегда родители спрашивают, на руках у ребенка сухая кожа появилась, где локти, это опять подмышка. Если что-то появилось на ноге, пожалуйста, тот же доктор нам показал, что если у нас нарушается движение лимфы на ноге, посмотрите внимательно, то паховые лимфатические узлы, переполняясь продуктами воспаления в кишечнике, смотри выше этажом, если это у нас левая ножка, значит это нисходящий отдел кишечника, сигмовидная кишка, прямая кишка. И ее проблемы увеличат бедренные и паховые лимфатические узлы вместе, и значит нарушат отток от бедра, от колена, от ног. Поэтому любое образование, в том числе и кератомы, это все лимфостаз, потому что клетка перестает активно выводить свои же продукты жизнедеятельности. Клеточное кровообращение мы с вами и клеточное лимфообращение посмотрим. Теория же давно кожных заболеваний об этом нам говорит, что если у нас от клеток кожи, посмотрите, продукты воспаления зелененькое собираются вместе в лимфатическую систему, они отводят все продукты воспаления от клеток, тогда кожа чистая, без окне, без кератом, без липом. Если у нас вот этот вот четкий ритм выведения лимфы нарушен, патологическое движение в клетке, то тогда и остаются эти продукты воспаления, посмотрите, называется схема патологического ретроградного оттока лимфы, лимфы в коже и подкожной жировой клетчатке, дезорганизованный, разнонаправленный тип оттока лимфы. Вот наша задача с вами изменить эту ситуацию и направить продукты жизнедеятельности кожи в одном направлении от кожи, чтобы они не выходили наружу у нас в виде псориаза, нейродермита, дерматита. Поэтому, осознав, где у вас находится проблема, вы начинаете работать с магистральными лимфатическими узлами, если проблема на ногах – это паховые лимфатические узлы. Если проблема у вас в области над пупком, значит, все, что выше, и в том числе грудной отдел – это подмышечные лимфатические узлы, первоначально вы открываете венозный угол, убираете застой в венозном углу. Посты все есть, надо только смотреть, потому что спрашивают, где это, там же 2000 постов. Конечно, это время требует, ну и от меня время требовало, чтобы их написать и вам объяснить ситуацию. Поэтому один пост я более детально разбирала одну ситуацию, другой – другую. Сейчас вот я разбираю вообще подход к лечению и восстановлению структуры кожи на фоне лимфостаза. Это буковка А. Если мы клетку начинаем полноценно кровоснабжать, и если из нее начинают выходить продукты ее же клетки жизнедеятельности в область венозные лимфатические узлы, в лимфатические лимфатические узлы, тогда мы с вами оживляем клетку, в каком бы состоянии она ни находилась. Поэтому с этого вы начинаете работать. Растирание тела по лимфатическим линиям, пожалуйста, лимфатическая система у нас с вами говорит о том, что движение лимфы, пожалуйста, вот сюда, вот здесь мы с вами видим движение лимфы, и поэтому говорим, что всякая проблема ниже пупка. Вот недавно мне задали вопрос кератома слева. Что такое кератома слева? Это идущий воспалительный процесс в нисходящем отделе толстого кишечника, сигмовидной кишки, прямой кишки. И продукты воспаления у нас попадают в кожу. Почему? Потому что не направлено движение лимфы, и наша задача его перенаправить. Вот, пожалуйста, еще раз схема нормального строения кожных сетей, и центростремительного оттока лимфы от кожи, и схема патологического оттока лимфы. Поэтому задача перейти из патологии в норму, соблюдая схему движения лимфы. И только тогда, когда мы направим движение, мы можем применять наружные препараты, которые воздействуют уже на заболевание. Поэтому помогите этим препаратам правильно сработать. Делайте лимфатический массаж, который, если у нас возникла с вами проблема между лопаточками, мы идем последовательно, открываем венозный угол, убираем застой поворостки из-под мышки, и затем только начинаем сводить продукты воспаления, не касаясь ранки, мы ее не трогаем, или липомы, или тератомы, мы медленно сводим все до нее, до этой проблемы. Потихонечку эта проблема начнет убираться. Это как песочную горочку, мы потихонечку с вами начинаем разглаживать, убирая вот эту возникшую проблему. Удачи вам и чистой коже!